Как живет препод по физике? Всем молекулам салам, погнали! Меня зовут Амилий, вы на канале ExemHack. И в этом видео вы увидите, как я все-таки уехал из Дубая после двух месяцев жизни там, практически двух месяцев, и куда я направился. Это влог, погнали! Первым делом после Дубая я отправился в Оман, это соседнее с арабскими эмиратами густарства, и я отправился в город Маскат, но там я был лишь пролетом, перелетом, это был трансфер, и за пределы аэропорта я не заходил. Поменял себе валюту местную, выглядит она примерно вот так вот, это оманские бабки, теперь у меня есть арабские бабки из Арабских Эмиратов, оманские бабки, они называются оманскими реалами, вот, я там покушал в аэропорту, и дальше отправился в следующую страну, следующий перелет занимал 5,5 часов. Мне невероятно повезло, потому что мне выпало место возле бизнес-класса, я летел обычным экономом, и здесь увеличенное место для ног было, а мне с ростом 1,83 м, очень тяжело держать коленочки с согнутыми долгое время, вот, поэтому я летел прям с кайфом и познакомился с мужиком, который владеет сетью аптек в Дубае, вот мы сидели рядом, это вот его место слева, а чуть дальше мое, это я достаю сейчас себе почитать что-нибудь в полете. С учетом пересадки провел 7 часов в небе, и еще 4 часа разница по часовым поясам, и в итоге в 9 утра я оказался в новой для себя незнакомой стране, сразу заселился, вот такой вид у меня из окна, но обзор на квартиру будет позднее в конце, погнали дальше. Я нахожусь в Малайзии, а именно в городе Куала-Лумпур, это столица, я, честно говоря, не знал, где это находится, если бы вы меня спросили 2 недели назад, где Куала-Лумпур, я бы не ответил. Как я выбирал место, куда отправиться? Открыл инстаграм, вот так вот полистал 2 раза ленту, и нажал на фотографию, которая мне понравилась, посмотрел, где это находится, и купил сюда билеты. Посмотрите, это Азия, прям восточная Азия. Давайте покажу вам город, что мне бросается в глаза, что не как у нас. Начнем с самого базового, с еды, потому что с ней столкнулся сразу после приезда, захотелось кушать. Вот ресторан обычный, и здесь заказ принимает как? Так, тебе дают буклетик, в котором ты галочками отмечаешь все, что тебе нужно, потом приходит официант, приносит тебе нужные блюда, и ты после этого начинаешь кушать, и потом уже, уходя из ресторана, в отдельном месте оплачиваешь. То есть, тут не принято платить на месте, это было необычно. Ну, хотя вы с этим, наверное, не сталкиваетесь. Есть вот такой вот ресторан. Здесь, например, есть такая лента перед тобой, ты можешь взять любое блюдо оттуда и заценить его, если тебе вдруг хочется, а можешь отдельно заказать с помощью вот этого планшетика, который перед тобой есть, и тебе блюда тоже вынесут. Неплохо, но не очень сытно, маловато. Есть вот такие заведения, это что-то типа фудкортов, где отдельно находятся разные кухни азиатских стран, и в том числе европейская кухня есть. Ты заказываешь блюда, отдельно заказываешь напитки, я вообще ничего не понимаю, просто ну, гад, что-то тыкву и прошу взять. Вот, например, все, что ел за последние, там, полтора-два дня, пока записывал этот влог. В общем, еда тут очень необычная, и по вкусу, знаете, вот прям Азия. Очень много острого есть, прям, ну, прям отдельная культура острого. Вы еще не обратили внимание, но они не используют деревянные палочки, только многоразовые, либо пластиковые, либо металлические. Они лежат в специальных ящиках, где дезинфицируются. Почему мне сделать одноразовые палочки? Почему я должен пользоваться палочками, которыми кто-то до меня ел? Ну, тут, например, местные магазины, потому что они совершенно не похожи на наши европейские. Во-первых, здесь все написано на непонятном мне языке. Очень редко вы встретите дублирующие надписи на английском, в основном все написано на каком-то из восточных языков. Я не буду говорить, какое это конкретно, потому что я по иероглифам не определяю. Очень много товаров импортных из Китая. Здесь прям флаги везде подписаны, походу, это какое-то законодательство местное. Вот, эта страна мусульманская, и здесь нельзя, например, продавать алкоголь, по идее. Но он тоже есть в магазинах. И в отличие от Эмиратов, например, там вообще алкоголя в магазинах нет. Здесь он есть, но прям отдельно написано, это не халяль, это людям старше 21 года. Очень много острых вещей, нет привычных нам сладостей, нет конфеток, очень много напитков, которые даже не понимаю, не представляю. В общем, я как ребенок в лавке, где все цветное, красиво, выбираю то, что мне нравится визуально. Прикольно. Ставлю магазинам пятерку. И это островки прохлады, потому что температура адская в Малайзии на улице, но самое страшное, это не температура. Самое страшное, это стопроцентная относительная влажность. Это когда ты выходишь на улицу и думаешь, вот вернусь домой, обязательно схожу в душ, потому что там влажность 100% не позволяет поту испаряться. Из-за духоты ты покрываешься маленькой такой испариной, и все, и тебе душно, адски душно. И ты всегда ходишь такой, прям покрытый чем-то. И это невозможно, ну, типа, воздух заполнен молекулами воды, и как бы работает пот, он покрывает тебя, влага испаряется, при испарении забирает у тебя энергию, ты охлаждаешься. Здесь этот механизм нарушается, и в итоге очень много торговых центров, очень много магазинов. И когда ты перемещаешься по городу пешком, например, ты ходишь вот так вот, так-так-так-так-так-так, из пункта, из пункта, ну, просто пройтись по улице тяжело, потому что, ну, правда, очень душно. Зато, когда ты прогуливаешься по городу, в глаза бросается, во-первых, уникальное сочетание небоскребов и зелени. Я после Дубая очень не привык видеть столько зелени. Если Дубай, это больше, знаете, такое сочетание мощи, стали, стекла, бетона, это огромные хайвэи, это широта, это простор, это 8-10-полосные трассы, это классные тачки, и это абсолютно не пешеходный город, то Куала-Лумпур в этом плане немножко антипод. Это абсолютно пешеходный город, здесь спокойно можно передвигаться пешком. Здесь довольно неплохая инфраструктура для пешеходов, очень много наземных переходов, больших, длинных, потому что они кондиционируются, и ты обычно идешь не по улице, вот как я в этих видео, а ты идешь обычно по этим наземным переходам, потому что там прохладно, и они над транспортной развядкой построены, и тебе не надо идти по дороге, переходить дорогу. Очень много водителей, скутеров, очень много здесь именно мопедного транспорта, это немножко похоже на Турцию, на Измир, и это прикольно, но при этом много живности из-за того, что это практически экваториальная страна, она находится на экваторе, здесь сутки примерно всю, весь год сутками имеет одинаковую длину, и климат весь год одинаковый, из-за этого есть куча насекомых, вот как здесь, например, и в целом прикольное сочетание, то есть тут есть и высотки, и высоколевельные здания какие-то, и зелень вместе с ними, но при этом Куала-Улумпур это город контрастов, я вот примерно так прогуливался, забрел не туда, и саму историю рассказал в телеграм-канале, дублировать здесь не буду, если интересно, полистайте посты за 14 марта, в подробностях описал, как мне чуть не губ стопнули, и не сняли с меня все, что было, а делал с опроса переговорами, вот вам мои эмоции. Я забываю, что я не в Дубае, стрёмно сейчас было, капец. Напрягся, вспотел, просто повернул не туда. Жесть, какая жесть, какая жесть. Куала-Улумпур, или как местные его называют Каэл, очень разный город. Это и яркие, и высокие небоскрёбы, и очень бедные районы. Обычно это очень худощавые и загорелые люди, которые лежат просто на улице и ничего не делают. Их можно найти где угодно, особенно много в тёмное время суток. Вот, после Арабских Эмиратов непривычно, потому что там вообще нет бездомных, вообще. Ну и коротко по прикольным вещам. Здесь может резко пойти жёсткий тропический ливень прямо из ниоткуда. У ребят в одном из вторых центров стоит Бабаб, настоящий. И прямо оттуда открывается вид на второе самое высокое здание в мире. Я только что видел первое, кайф. В Каэл самые высокие в мире башни-близнецы. Вид на них открывается у меня прямо из окна, но перед ними всегда очень много туристов. Вообще Азия очень многолюдная. И здесь в часы пик просто не пройти. В отличие от Турции, где я жил в Измире два месяца, у местных дефицит внимания к братьям нашим меньшим, к кошечкам всяким. Поэтому есть прикольные кота-кафе, где можно с ним поиграться. Ну, а где их, собственно, нет. Азия – это про технологии. В принципе, как и уже везде, есть зарядки для электромобилей. И вот в подземном парке в торговом центре, пожалуйста, заряжается какая-то заряженная пеха. Тут чел просто спит на пешеходном переходе, ничего необычного. У них Человек-паук умеет играть на вот этой штуке. Пару раз катался на вот этой штуке, называется монорельс. Долгая, прохладная, клёво, стоит рублей 17-20. Здесь ребята вообще не уважают какие-то указатели в торговых центрах. Я вот тут, например, шел по системе переходов наземных, заблудился, зашел в закрытый торговый центр и не мог из него выйти, и не мог найти указатели на выход. Вот, решил просто поснимать. Я живу в самом туристическом районе, где сочетание небоскребов и зелени. Красиво, как в Дубае, только зеленее. А это центральный парк в Каэлл. Из него открывается вид на Туин Тауэрс, и здесь есть фонтанчик с питьевой водой. Еще одно причудо супертеплых стран. Да, одной рукой тяжело пить и снимать, поэтому... Меня выгоняют из парка с помощью роботизированного голосового ассистента. Технологично. И все-таки какие же здесь непривычные, блин, цветы. В принципе, как и в Дубае, все жилые комплексы сделаны по следующей схеме. Первый этаж – guest floor, там типа open space. Дальше 3-4 этажа паркинга, он идет надземный. Вот, и дальше идет что-то типа бассейнов, садов. Дальше сам жилой комплекс, и в конце на крыше опять бассейн. Отдельно сняла узор днем, чтобы было все нормально видно. Итак, этот левел называется 6, H2O. Здесь бассейн, сады, тренажерный зал, детская площадка с горкой, искусственной травой. Коворкинг, где можно посетить, поработать с Wi-Fi. На последнем этаже, он, по-моему, 57-й, есть вид на город, бассейн на крыше, вид на Twin Towers. На этаже, где был бассейн, зал огромный, современный, технологичный. Ну, просто тут одну улицу заниматься, жалко, что 20 минут в день провожу, не больше. Вот такой получился влог из Малайзии, надеюсь, тебе понравилось. Рум-тур как-нибудь отдельно сниму, покажу. Как ты замечаешь, я не пропускаю прямой трансляции. Я регулярно выкладываю видосики на канал, я регулярно веду занятия у ребят на годовых, полугодовых экспресс-курсах. А все потому, что мы в интернете, значит, я не прощаюсь. Напиши комментарий под этим видео, чтобы тебе еще хотелось узнать или увидеть в Малайзии, что тут не так, потому что Азия прям разительно отличается от Аравийского полуострова, от Турции. Прям вообще другое, прям вообще другое. Поэтому читаю комменты, собираю отдельно второй влог и записываю с ответами на ваши вопросы. Поэтому все, что тебе интересно, в комменты все покажу, все расскажу. И, как всегда, спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok